Компания «Альтопрофиль» является крупнейшим производителем отделочных материалов из пластика. Учитывая огромный спрос на панели типа сайдинг, мы первые в России наладили производство этого отделочного материала. В основе большого интереса к сайдингу лежат следующие факторы. Высокие эстетические качества, долговечность и простота обслуживания, устойчивость к возгоранию, простота монтажа, надежная защита стен от погодных воздействий. Панели типа сайдинг обладают прекрасными физико-механическими качествами. Это нетоксичный строительный материал, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Он не меняет цвет, не подвержен коррозии, не трескается под воздействием температуры и не расслаивается. Сохраняет внешний вид не менее 25 лет в условиях эксплуатации в умеренно холодном и холодном климате при температурах от минус 50 до плюс 60 градусов по Цельсию. Сохраняет декоративные и прочностные свойства после 60 циклов испытаний на морозустойкость по результатам испытаний в испытательном центре Композит ТЭС. Монтаж винилового сайдинга можно произвести самостоятельно. Если сайдинг установлен правильно, с соблюдением инструкции по монтажу, то он не боится ни резких изменений температуры, ни ветра с морозом. При монтаже сайдинга необходимо соблюдать несколько важных условий. При облицовке здания сайдингом желательно придерживаться определенной последовательности. Сначала готовится поверхность, затем устанавливаются начальные и финишные планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние углы. После этого снизу вверх монтируют сайдинг. Во-вторых, следует учитывать эффект возможного расширения сжатия панелей при нагревании или охлаждении. Для обеспечения этого условия следует предусмотреть определенные действия. В-третьих, на любую поверхность сайдинг следует прикреплять на обрешетку. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома. Наружная отделка с применением сайдинга занимает мало времени. При этом она обеспечивает получение красивой и долговечной облицовки здания, не требующей расходов на покраску и текущий ремонт. В целых, быстрого и экономного проведения монтажных работ следует произвести расчет необходимого количества панелей, сайдинг и отделочных планок для конкретного здания или сооружения. При этом надо учитывать, что около 10% материала расходуется на обрезку при подгоне. Реек размером 4 на 6 сантиметров для изготовления обрешетки. Шурупов и дюбелей, используемых для крепления реек обрешетки. Здесь следует исходить из расчета 1 шуруп на 40 сантиметров рейки. Оцинкованных либо алюминиевых гвоздей шурупов с большой шляпкой, исходя из расчета 1 гвоздь на 300 миллиметров длины панели. Утеплительных плит, используемых при необходимости для дополнительного утепления здания и монтирующихся в обрешетку сайдинга. Необходимые инструменты. Рулетка, угольник, металлическая складная линейка, ножовка по металлу с мелкими зубцами, металлический молоток, уровень, нож-резак, электрическая дрель, отвертка, бечевка и мел. Подготовка поверхности. Это наиболее сложный и ответственный этап, так как от того, насколько правильно и ровно установлена обрешетка, зависит вид облицовки здания. Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки, а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенные под монтаж сайдинга. Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, чтобы это не мешало монтажу сайдинга. Установите обрешетку по всей поверхности постройки. В случае неровности стен обрешетка выравнивается с помощью прокладок из дерева, фанеры или обстругивания реек. На деревянной поверхности делают обрешетку из деревянных реек. На каменной поверхности для обрешетки используют деревянные рейки размером 4х6 см, планки из ПВХ, либо оцинкованный профиль. При использовании деревянных реек их влажность не должна превышать 15-18%. Деревянные рейки следует выбирать прямые, по возможности без сучков. Их необходимо пропитать антисептической жидкостью. Для монтажа сайдинга рейки рекомендуется устанавливать вертикально, на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть смонтированы вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга. Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными. Это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом. Одновременно с установкой сайдинга удобно и легко утеплить дом. И не за счет внутреннего пространства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены. Обрешоченная стена может быть покрыта утеплителем, или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем. Толщина утеплителя при этом должна быть меньше толщины рейки. Рекомендуется использовать утеплитель в плитах или в рулонах. Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей и дыр в изоляционном слое. Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага. Вокруг окон и дверей, выходы, входы, электрических, газовых, водных или каких-либо еще магистралей. Для резки винилового сайдинга можно использовать ножовку по металлу с мелкими зубцами, нож-резак, либо ножницы по металлу. Также можно использовать электрический лобзик и болгарку на малой мощности, так как на высокой мощности место среза нагревается и может оплавиться, что в свою очередь добавит операцию по зачистке напильником обгоревших краев и их подкраске под цвет сайдинга. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается по намеченной линии. При низкой температуре, во избежание сколов и трещин, целесообразно использовать ножовку по металлу. Не рекомендуется монтировать сайдинг при температуре ниже минус 10 градусов по Цельсию. Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Наиболее эффективным и недорогим крепежом на сегодняшний день являются гвозди. Также можно использовать шурупы-саморезы. Гвозди должны быть изготовлены из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром не менее 1 сантиметра. Ножка гвоздя должна иметь диаметр не менее 0,3 сантиметра и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину 3-4 сантиметра. Виниловый сайдинг прикрепляют так, чтобы не препятствовать возможному растяжению сжатию. Оставляйте зазор летом 6 мм, зимой 10 мм для возможного расширения прикрепления панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно. Оставьте расстояние приблизительно в 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и панелью. Это необходимо для свободного расширения сжатия. Также позволит предотвратить волновой эффект. Центры гвоздей должны быть в середине имеющихся в планках отверстий. Направляйте гвоздь прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга. Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно закрепить. Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга. Для удобства монтирования сайдинга и придания облицовке дома законченного вида компания «Альтопрофиль» выпускает отделочные планки и комплектующие. Финишная планка. Околооконная планка. Навесная планка. Внутренний угол. Соединительная планка. Начальная планка. Наружный угол. Планка J-Trim. Софит. Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенный под монтаж сайдинга. Вбейте гвоздь наполовину выше, чем нижний уровень на 4 см. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями начальную планку вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно. Когда вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения. Внешний или внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен на 6 мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, располагая крепеж в верхних отверстиях по обе стороны детали. Деталь должна висеть на крепеже. Убедитесь, что угол установлен ровно. Прикрепите деталь к прилегающим стенам, располагая крепеж на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру перфорированных отверстий, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно. Зазор должен составлять 1-1,5 мм. Подобная процедура выполняется и для деталей внутреннего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую верхнюю угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя полсантиметра для возможного расширения. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов. Для этой операции целесообразно применить околооконную планку или J-трим. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прибейте планки вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно. Монтаж сайдинга является завершающим этапом облицовки здания. Установка первой панели сайдинга. Вставьте нижний край первой панели сайдинга в начальную планку и прикрепите верхний край к стене. Начать крепить панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения сжатия. Работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением – двери, ворота и тому подобное. В случае, когда длина поверхности стены больше длины панелей сайдинга, для соединения панелей рекомендуется использовать соединительную планку. При этом зазор между сайдингом и планкой должен составлять 6-10 мм. Допускается монтаж сайдинга внахлёст. После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронту. Последний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишной планки. Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна или окна и наличников, добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панели, оставив 6 мм от нижнего края окна или наличника. Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна. Сделайте вертикальные надрезы на панели по нанесенным отметкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии между надрезами несколько раз. Согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится. Установите планку J-Trim, либо околоконную планку. Затем установите верхнюю обрезанную кромку панели в паз планки. Последняя панель сайдинга под карнизом. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Замкните последнюю панель сайдинга с предыдущей и нажмите до щелчка. Верхнюю часть панели соедините с финишной рейкой и защелкните ее. Использование винилового софита для отделки открытых фронтонов крыши позволит обеспечить эффект вентиляции и придаст законченный вид вашему дому. Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона. Вдоль этих линий прикрепите планку J-Trim. Также следует прикрепить планку J-Trim к краю фронтона. При этом важно следить за тем, чтобы планки находились строго напротив. Отмерите расстояние между планками. Вычтите 6 мм для возможного расширения сжатия. Отрежьте софит по этой длине. Установите софит, вставляя его в кромки. Закрепляйте каждую панель по центру перфорированного отверстия. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Для создания дополнительной поддержки панелей используйте две J-Trim рейки, соединенные задними стенками. Для облицовки цоколя дома мы рекомендуем воспользоваться цокольным сайдингом. Зачастую цоколь здания является наиболее уязвимым фрагментом дома. Разрушительным образом на него влияют такие факторы, как талая вода, разница температур между наружной средой и внутренней, деформации в период межсезонья. Под воздействием этих факторов традиционные отделочные материалы требуют периодического ухода и обновления, штукатурные, малярные работы, герметизация трещин и т.д. Использование цокольного сайдинга позволит избежать ряда осложнений. Панели изготавливаются из самых современных полимеров и имеют больший срок службы, чем многие натуральные материалы. Они не требуют специального ухода, эффективно защищают цоколь от агрессивной внешней среды. Общие правила монтажа такие же, как и для обычного сайдинга. Прежде чем приступить к монтажу на новой стене, вы должны закончить монтаж на предыдущей. Всегда работайте слева направо. Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя устанавливать на кровельные или напольные конструкции. При температуре ниже 5 градусов по Цельсию панели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года, то целесообразно сделать зазор 10 мм между панелями и отделочными планками. При монтаже не следует давить на верхнюю часть панели вниз, так как это может привести к деформации расширительного элемента стартовой полосы. Для эффективной защиты цоколя от воды рекомендуется использовать навесную планку. На этом монтаж можно считать завершенным. Остается только помыть облицованные стены раствором воды и стирального порошка. Пожалуйста, не забудьте утилизировать отрезки сайдинга и планок. Желаем удачи! Коллектив компании Альта Профиль Альта Профиль